Завтра в этой замечательной школе за нуждами меня сюда пригласили прочитать здесь лекцию Значит, лекция отъявлена как лазерная плазма как источник ускоренных частиц и его могут излучить поэтому, соответственно, поскольку я понимаю у меня будет где-то два часа примерно с первым, да? И вот первая часть она посвящена будет ускорению плазмы и конкретно ускорению на керваторной волне возбуждающей возбуждаемой лазерным импульсом а в второй части мы поговорим про высоте гармонити про волновое излучение плазмы Значит, первая часть сначала я расскажу о том вот этой вот части по секунду а почему это интересно ускорять частицы лазерной плазмы? какие пределы существующих ускорителей о принципе плазменного ускорения о моделировании плазменного ускорения дальше о различных режимах плазменного ускорения прежде всего сначала это линейный режим ускорения и сильный нелинейный режим так называемый режим ну и прежде всего о чем мы говорим о каких лазерах идет речь в результате в результате бурного развития лазерной технологии мы имеем сейчас доступны для нас чрезвычайно короткие лазерные импульсы длительностью порядка 10 до 100 фемтасекунд 1 фемтасекунда 10-15 секунды интенсивность этих лазерных импульсов то что мы имеем сейчас порядка 10 в 21 в первой степени ватт квадратные сантиметры ну рекордная заявлена как 10-22 на сегодняшний день мощность таких лазерных импульсов это несколько джоулей 10 джоулей скажем 10-17 секунд это 10-15 ватт мощность одной ядерной станции это 1 гигаватт значит это примерно мощность миллиона ядерной станции ну естественно за очень короткие это требуется она такая сконцентрированная мощность насколько сильно это лазерное поле можно сразу скажем с естественным полем это поле на первых воровской орбите в атоме водорода и поле вот такого вот лазера оно составляет порядка 300 атомных полей то есть поле много сильнее атомного поля лазерного поля лазерный период он составляет порядка 3 фемтозекунд то есть это длина волны 1 мкм 800 нм это порядка 10 периодов обращения на морское орбите при таких полях когда они там много больше атомных полей и оба материя обновенно ионизуется полем и становится превращается в плаву и характерные энергии электронов просто когда они колеблются в поле электромагнитной волны порядка 10 мегаэлектронов в вольт то есть мы имеем дело с реликтивистской плавой все электроны которые попадают в фокус такого лазерного пучка они становятся реликтивистами сильные гаммы много больше единиц теперь поговорим о существующих или существовавших например как слаг ускорителей ускорители это огромные машины с размерами от нескольких километров как это было делалось со слагом например до десятков километров как это в большом аттронном коллайдере то есть это огромные огромные машины и вопрос почему ускорители такие огромные ответ очень простой ускоряющее поле которое нам доступно оно ограничено по силе ну до нескольких десятков мегавольт на метр если же мы возьмем лазерное поле электриктивности 10 10 21 ватт на квадратный сантиметр то поле огромное которое мы имеем мы имеем поле порядка 100 теравольт на метр или 1 теравольт на сантиметр то есть если бы можно было использовать это поле напрямую теравольтный ускоритель имел бы не размер 30 километров как это должен быть интернетчном линии коллайда а всего лишь 1 сантиметр вот какой потенциал имеют эти лазерные пучки в принципе к сожалению проблема в том что лазерное поле оно не продольное а ограниченное оно быстро колеблющееся поэтому лазер движет в одну сторону а частица ускоряется в другую сторону поперек то есть использовать их напрямую очень сложно но если бы можно было как-то запрячь вот такое вот огромное лазерное поле успешно то мы бы имели намного более компактные ускорители поскольку поле лазеропоперечное его надо преобразовать его надо детектировать из переменного постоянно какое-то продольное поле и это может быть поле лазерной волны плазма когда мы начинаем говорить про плазму нам нужно осветить какие-либо основные параметры плазмы основной параметр это плазмная частота плазмная частота она определяется квадрат плазмной частоты определяется плотностью электронной пропорционально массе масса должна быть реликтивистской то есть масса умножена на гамма-фактор если мы говорим о реликтивистской плазме а если плазмная волна создается лазерным импульсом у нее есть волновое число которое есть плазмная частота определенная на скорость света вот характерная длина обратная длина плазмы соответственно длина есть длина плазмной волны два и поделить на волновое число и волновая длина волны плазмы составляет один микрон для плотности 10-21 на кубический сантиметр вот это число 10-21 является критической плотностью также для лазера с длиной волны один микрон то есть если плотность меньше этой лазерный импульс распространяется по плазмам прозрачно если выше лазерный импульс отражается критическая значит если плазма реликтивистская отклик плазмы сильно не менее поскольку как я сказал плазмная частота начинает зависеть от среднего гамма фактора то есть за счет реликтивизма электрон становится тяжелее и плазмная частота эффективная она понижается поэтому если лазерный импульс сильный реликтивистский если он заставляет двигаться электроны с реликтивистскими энергиями плазма которая была не прозрачной в линейном случае становится прозрачной для такого реликтивистского за счет лазера за счет понижения эффективной плазменной частоты а это дисперсионное соотношение для плазмы частота он и полновое число не работает он работает отлично вот этот вот эффект то что показатель преломления начинает зависеть от интенсивности электромагнитной волны это основная основа основа гелинейной оптики плазмы то есть когда мы имеем дело с реликтивистским лазером получен распространяющимся по плазме если мы посмотрим на поперечное распределение показателя преломления то есть это фактически не показатель преломления а квадрат плазмой частоты он будет иметь минимум на оси лазерного импульса там где интенсивность максимальная поскольку показатель преломления есть единица минус плазмная частота то на самом деле мы имеем как бы волноволу то есть в центре показатель преломления выше лазерный импульс может самофокусироваться дана вот этот принцип самовокусировки реактивистского лазерного куча плазмы кроме того когда лазерный импульс фокусируется в плазме он гонит реактивистские электроны он ускоряет просто грубо световым давлением они гонятся вперед и в канале образуется ток продольный ток электронов и канал окружается еще магнитным полем то есть самофокусировка реактивистской плазмы это довольно сложный невинейный эффект замагничивания плазмы мы видим что физика чрезвычайно сложная невинейная и аналитическое описание ее реактивистской 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 чрезвычайно сложно существует очень хорошая теория возмущения когда много меньше единицы когда плазма слабая но как только плазма становится сильной реактивистской аналитические методы трудноприменимы то есть можно качественно что-то описывать полная теория на сегодняшний не существует поэтому в основном люди перебегают к численному моделированию такого сильного нелинейного взаимодействия и основные численные методы это метод частиц ячейки да то есть у нас область моделирования разбивается в ячейки где мы решаем на пространстве сетки мы решаем уравнение Максова и у нас есть частицы численные макро частицы каждая макро частица соответствует многим реальным электронам или ионам тысячи сотни тысяч реальных электронов замещает одна макро частица и мы решаем уравнение движения частиц да частицы создают токи и токи имеются источниками для уравнения Максова получается такой завтажный цикл который решается поскольку решаем полную систему управления Максвелла здесь присутствует скорость света С сигнал распространяется с максимальной скоростью скорости света то есть за один шаг по времени у нас коммуницируют только ближайшие частицы соседние ближайшие ячейки сетки и это позволяет чрезвычайно эффективно реализировать эту задачу то есть решать эту задачу параллельно целое моделирование разбивается на код области мы присваиваем к одному процессору и код чрезвычайно хорошо скарируется до сколько у вас есть процессор сколько он будет эффективно использовать здесь очень протестировано тысячи процессоров суперкомпьютеров вот один из примеров самого первого моделирования трехмерного лазерно-плазменного взаимодействия это наша публикация 1996 года здесь показывает лазерный импульс здесь его эффективный равен он входит в плазму он филаментируется в конце концов эти филаменты сливаются в один суперканал с увеличением интенсивности вот окраска соответствует интенсивности на оси канала несколько годами позже этот эффект наблюдался в эксперименте макс вкладке институте макс вкладки квантовой оптики лазер 10 ватт поломощность с максимальной интенсивностью 10-19 несколько на 10-19 квадратных сентиленом он проходил через газовую ячейку здесь есть саблот который вылетает со связкой скоростью газа и наблюдался вот такой замечательный канал самый сфокусированный который намного длиннее чем ралейская вина фокусировки этого лазерного кучка то есть импульс действительно самоканомировался и мерил что вылетает из этого канала вылетали элективистые электроны и тогда еще в прошлом тысячелетии было принято иметь вот такое тепло квазитепловое распределение электронов вольсковское распределение которое имело температуру было и с обрезанием то есть им была максимальная энергия вопрос остается что конкретно ускоряло эти электроны тут можно придумать несколько механизмов во-первых можно взять просто посчитать как электрон движется в плоской электромагнитной волне если мы посмотрим на силу коротца есть две компоненты составляющие электрическое поле которое составляет электрон колебаться поперек волны а вот здесь есть еще магнитная сила которая на самом деле толкает электрон вперед если вы считаете какая у меня скорость и как направлено на корень то это сила направлена вперед то есть она преобразует поперечное движение поступаем вперед а вот если взять гауссовский лазерный импульс вот такая будет траектория движения электроны лазерный импульс здесь его настиг он покоился потом он начал проливаться и ускоряться вперед потом лазер пробежал плоская волна рефронт остался в покое он взглянулся вот поперечный размер этой траектории скалируется как амплитуда лазерного кожи а а продольный как а в квадрате где а это нормированный нормированный вектор потенциал то есть вектор потенциал лазера дармируется на mcf квадрат когда а может больше единицы мы имеем сильное реликвидское движение и вот эта вот кормушка она вытягивается сильно в продольном направлении кроме того оказывается что если у нас есть ионный канал то есть есть поперечные поля то лазерное поле может оказаться в резонансе с таким электроном то есть у электронов появляется поперечная собственная частота в этом канале есть собственная поперечная частота оказывается может быть в резонансе с высокочастотным лазером мактическим полем но это типичный резонанс лазера на свободных электронах точнее обратного лазера на свободных электронах в данном случае энергия электромагнитной волны преобразуется в энергию частицы то есть это обратный лазер на свободных электронах и другой механизм это создание продольного поля в этом канале это поля телеграторной волны лазерный импульс толкает электроны вперед от фоновой электроны и затем эти электроны начинают колебаться и создают вот такую плазменную волну вот так она выглядит нелинейная плазменная волна у нее есть своя фазовая скорость которая определяется групповой скоростью лазерного импульса как он бежит то есть близка к скорости света если мы имеем рентгенский электрон в ускоряющей фазе например вот здесь в отрицательном поле он может бежать в этой фазе синхронно с плазменной волной и набирать мер вот так это выглядит в чистом моделировании здесь у нас схематически показан плазерный импульс короткий он короче плазменной волны но амплитуда не очень большая электрическая но не очень большая и поскольку импульс фокусирован он создает плазменную волну которая имеет двумерную электромерную структуру у нее фронты изогнуты одномерная фаза одномерная плазменная волна нелегейная отлично известна в отличие от Херезера Полойден ее замечательные в 70-х годах а описание трехмерного трехмерная плазменная волна особенно нелегейная вообще говоря затруднено так предложили ускорение на телеваторной плазменной волне Таджима и Доусен в 79-м году то есть вот они сказали у нас есть короткий лазерный импульс он выплуждает плазменную волну которая бежит с фазовой скоростью низкой скорости света и мы можем ускорять электроны максимальный набор энергии в плазменной волне он определяется амплитудой естественно плазменной волны максимальным полем и умножается еще на длину как долго сохраняется фазовый синхронизм между электроном и плазменной волной дело в том что лазерный импульс он бежит чуть-чуть медленнее в скорости света плазма за счет показателя преломления плазмы а электрон он сильно репетивистский электрон постепенно постепенно обгоняет плазменный импульс и выходит из области из фазы ускоряющей в фазу замедляющей а вот это называется диффузировкой и длина на которой происходит это длина диффузировки которая ограничивает максимальный набор энергии это вот и при земле которая определяется гамма фактором фазовой скорости плазменной волны в квадрате и длиной плазменной волны таким образом везде есть свои ограничения у обычных радиочастотных ускорителей мы имеем ограничение по полю которое составляет несколько десятков мегавольт на метр да, максимальная поля может быть 100 мегавольт на метр но всегда есть промежутки где поля нет поэтому среднее поле оно всегда несколько десятков мегавольт на метр а в плазме есть так называемое тоже максимальное поле которое плазменная волна поддерживает оно определяется так называемым wave rate филд полем обрушения опрокидывания волны вот что это такое как можно сломать плазменную волну что происходит плазма с плазмой когда она ломается механизм в принципе очень похож на обрушение гидродинамической волны японский замечательный японская картинка там здесь у нас опрокидывается волна вот что-то похожее происходит в плазменной волне когда апплитуда превышает где-то предел которые даются выражения из работы или с предполой электроны которые делают плазмой часть из них начинают двигаться быстрее и захватываются они пересекают сепаратность вот это максимальное поле оно получено в одномерной модели и оно достаточно большое это поле оказывается что в умире или в трехмире там многомерная задача есть поперечный масштаб а врушение происходит еще раньше за счет того что у волны есть искривление фронта и частицы движутся поперек и въеда начинает в траектории пересекаться как показано на этой схематической конъюнке и это тоже приводит к противованию волны то есть волна запутывается она теряет и амплитуда ее падает вот это так называемое двумерное или полноречное нарушение волны 97-го года вот так это выглядит в численном моделировании вот у нас есть лазерный импульс толкает электроны вперед затем возникает за импульсом некое разрежение плотности затем эти электроны возвращаются возникает максимум плотности и пишет такая вот волна цвет соответствует энергии электронов продольный импульс электронов синий это отрицательный то есть в области разрежения движется назад здесь они зеленые где-то движутся вперед и потом часть из этих электронов где волна опротивилась могут быть захвачены волной и ускоряются вот они становятся здесь более красными то есть они набирают энергию готовы захватываются очень легко так я надеюсь так не знаю как нет полу замечательно о нет можете там на этом нажать вот отлично вот здесь вот лазерный импульс у нас бежит а вот здесь вот захватываются электроны и все больше и больше становится и плазма кончилась они вылетели вот это вот ускоренные наши регионы и вот здесь вот окончательный спектр здесь мы ускорили порядка примерно 50 минут вот так плазменная волна выглядит в эксперименте здесь ее так сказать сфотографировали на самом деле голограмм просто из публикации в Техасе и Мичигане это совместная работа за лазерный импульсом который создает плазменную волну это касалось другой сигнальный лазерный импульс который детектирующий лазерный импульс который по смещению его фазы можно было определить какая у нас плотность и меняем задержку мы сфотографировали все плазменную волну вот она замечательная периодическая плазменная волна ее можно видеть но это более нелинейная плазменная волна если мы посмотрим на спектр который получается более нелинейная плазменная волна он такой либо плоский либо даже полутепловой очень широкий плазмен плазмен 65 вот и долгое время до начала почти двухтысячелетия считалось что плоская волна ограничена этим полем обрушить надо работать в линейном режиме надо пытаться что-то сделать и вот оказалось что не только первыми кто посмотрел что будет сильно нелинейной когда интенсивность лазерного поля такая большая что плазменная волна полностью опротивляется ее генеральная структура разрушается она перестает быть периодической и мы назвали этот режим режимом пузыря это была в 2002 году которая была от физикс-б физика очень простая у нас есть лазерный импульс сильный митинский его амплитудно реликвикс но он больше единицы то есть десятка в данном случае мы взяли 13 джоулей и 33 фантисекунды и вот за счет того что мы взяли такой фантастический лазер по тем временам нам не то есть решили это опубликовать ни в Nature не физикс ни для Флетовс и знали это сумасшедший лазер такого никогда не будет сегодня это нормальный лазер да такой у многих есть а физика такая что вот есть у нас лазерный импульс большой амплитуды сфокусированный до обратной радиуса порядка вон комплект этой плазменного одного числа его пандраматомная сила световое давление можно сказать настолько сильная что он сдвигает все электроны плазмы не оставляя ничего за собой разбрасывает их в сторону и образуется такая каверна баллон в ней нет электронов там свободно электронов но там сидят естественно ионы тяжелые ионы они остаются у них есть положительный заряд и они затягивают эти электроны назад амплитуда амплитуды амплитуды то есть волна полностью опрокинута поэтому мы не видим никакой периодической структуры за баллон но есть вот такой замечательный стеблек который вырастает из хвоста баллон и есть присутствуют электроны они тоже покрашены соответственно их энергией и в центре этого стебелька появляются электроны которые имеют более-менее одну и душу энергию и вот если мы посмотрим на спектр это было первое амплитуде где мы видели ярко выраженный такой квази-моноэнергетический спектр который был устойчив он как-то там эволюционировал и энергия была порядка 400 от 200 до 400 у этого пика сигнала энергию и буквально два года спустя три команды независимых покатруках наблюдали он энергетически их учтив назвали это DreamBee в данной вот как это выглядит то есть у нас тут есть вот такой моноэнергетический пучок электронов на то есть что у нас там есть как они диагностируются электронами есть ось оттуда влетает лазерный импульс прилагается магнитное поле и просто частицы отклоняются те которые имеют высокую энергию они ближе к оси-влазь к альтической оси те которые низкую энергию они куда-то туда рассеются в целом мы видим замечательный такой моноэнергетический пучок частиц воли терапии моноэнергетический пучок получил получается уже до полутора гева вопрос каково применение этих пустиц сами по себе они могут иметь применение но непосредственно да но лучше их использовать как источник света вот источники света яркие лучше регионные кратковолновые они нужны многим нам хоть мы имеем на сегодняшний день на сегодняшний день большой проект XFL в Гамбурге где фактически ускоритель трех километров на сегодняшний день посвящается исключительно тому что мы ускоряем электроны чтобы из них получить рентген генеральный и с помощью лазера рентгеновского лазера она свободна электроны то же самое в Стэнфорде да стэнфордский ускоритель прием VLCS она тоже источник света тоже влазит на свободных электронах рентгеновских и там энергии электронов порядка нескольких гемов но их надо ускорять на километровых длинах и потом эти электронные пучки пускаются через индулятор который тоже имеет сотни метров в длину где электроны преобразуют энергию в излучение в рентгене излучение ну вот одно из приложений для наших лазеров это настольные такие рентгеновские лазеры то есть вместо километров для ускорения электронных габерных энергии мы имеем настольную установку несколько установок занимаем дальше лазер плюс всего лишь там сантиметр взаимодействия с плазмой это электроны и поскольку плотность этих электронных пучков заметно больше чем в одном пучке обычного ускорителя можно сохранить в том числе и длину у нуля вот то есть мы имеем проект table.tok xml настольный рентгеновский лазер то есть порядка длина взаимодействия с плазмой на 4 сантиметра и длина ангулятора 4 метра то есть вот в такую комнату может вместиться в принципе будущий рентгеновский лазер проекты существуют и у нас профинансированные в стрэнклайне в англии в беркли в Америке Римманс работает ну и косвенно профинансированные в Гахинне в РПК и Луава Франции то есть у нас есть в принципе уже гигавольтные электроны они были пропущены через кондулятор но на сегодняшний день мы не видим конечно генерации мы видим только кондуляторное излучение в чем причина дело в том что для того чтобы лазер загенерил нужно очень хорошее качество этих электронов если мы посмотрим как работает лазер на свободных электронах то будет видно что пучок должен быть не квази многоэнергетический а точно многоэнергетический то есть его разброс был более меньше 10-3 относительно разброса и это определяется просто размером панораматорной корсинки которая там возникает если температура пучка выше пучок размазывается размазывается всякая панораматорная и генерация становится намного более слабой не вообще то есть необходимо поднять качество пучков чтобы уменьшить расспрос по энергиям в основном и над этим вот эти люди как раз сейчас и работают применение для рентгеновских огромное особенно если у вас есть рентгенов и фентосекундный источник рентгена вы можете просто взять сфотографировать сложную молекулу например молекулу спида или молекулу фармакологическую какую-нибудь или биологическую молекулу вы можете посмотреть как молекулы взаимодействуют между собой сделать как происходит химическая реакция очень сложных молекул что чрезвычайно важно это material sciences и медицина вот в медицине есть такой принцип так называемый diffraction enhanced imaging я вам знаю что рентгенов мы видим напрямую только кости больше ничего нет сложный счет потому что просто все остальное непрозрачное рентген в смысле вектор кости непрозрачное рентген проходит оказывается что оно конечно проходит но у любого вещества есть показатели для рентгеновских лучей поэтому ангидовские лечи немножко отклоняются чуть-чуть отклоняются и вот это вот отклонение можно задетектировать то есть не прозрачность вещества а отклонение рентгеновских лучей и это называется diffraction enhanced imaging то есть мы еще посылаем кристаллический анализатор где они диффрагнируют так что угол еще усиливается и результат просто фантастический да вот так вот можно выглядеть вот эта вот структура то есть которую мы видим с помощью diffraction enhanced image вот это гистология под микроскопом мы видим что они очень похожи просто как под микроскопом вы видите но вы просвечиваете сразу большой кусок а вот это то что там с помощью компьютера томографа можно увидеть то есть вот тоже коленка освечена магнитный резонанс вот это компьютерный томограф а вот это diffraction enhanced imaging то есть здесь видно вообще все на всех остальных картинках вот этого износа хряща вы не увидите ну тут все замазано а вот diffraction износа очень высокую терапу человеку скоро нужно будет искусственная коленка если он что-то не сделает да то есть отличное такое приложение для медовских источников но нужны для медовских источников чрезвычайно ярких цены порядка 50 кг на сегодняшний день это делается в огромных симпатронах то есть в огромном излучении делается понятно что это огромные установки если ему удалось то же самое сделать компактно это было бы более интересно теория пузыря а как я сказал это сильный режим физикоплазмы поэтому аналитическая теория до сих пор не разбита точно есть теория есть теория теория подобия которая позволяет значит пенормоническая позволяет описать поля внутри пузыря примерно как они себя ведут а теория подобия рассказывает как она масштабирована ну вот поля внутри два а вот здесь продольная поля отрицательная она ускоряет электроны красное положение задевляет электроны здесь электрическая и магнитная действует так что они фокусируют учет это очень важно то есть у нас учет не разбрасывается фокусируется держится вместе вот здесь в траектории показаны частиц видно что когда у нас проходит какие-то электроны красные красные какие-то остаются невозмущенными а часть захватывается красные электроны еще и там колеблется совершенно бетатронные колебания в речных полях на самом деле еще и светит синхротронное бетатронное исключение не определяет можно спросить вот рентген считается достаточно приятная процедура а вот это поколение сверхборчина вот за счет за счет того что на самом деле количество фотограф оно много меньше чем у обычного рентгена но они направлены у них яркость огромная обычно они направлены и поэтому доза она где-то на порядке меньше чем у обычного они делают ну и щитящие значит поляк оказывается имеют достаточно простую форму внутри пузыря они просто линейны по координатам вот формула это направление распространения мы здесь выбрали Y и Z это вытречное направление да и сравнивается аналитических технологий с тем что мы видим в численном модели процесс захвата чрезвычайно интересно описать как электроны захватываются в такой пузырь ну из геометрических соображений понятно что у пузыря есть какое-то сечение захвата электрона которое определяется просто размером площадью и толпу треопоперечных сечений альфа но этот коэффициент можно оценить из численного моделирования которое оказывается где-то 3% те которые на самом деле сидят на внешней границе вот они захватываются порядка 3% так вот это ну то что было это федерологическая теория теория подобия вот некий теория которая более-менее выводится из генетического уравнения это теория подобия оказывается если мы возьмем систему уравнение Максвелла и генетическое уравнение у нас частицы сильно реликтивистские то есть мы предполагаем что все частицы которые участвуют во взаимодействии движутся со скоростью света то есть они сильно-сильно реликтивистские вот в этом случае появляется новая симметрия у этих уравнений которая описывается параметром S параметр подобия S параметр подобия который есть не что иное как плотность плазмы на критическую плотность то есть информация о лазере входит через критическую плотность это его частота лазера и амплитуду лазера А параметр подобия говорит что если мы меняем плотность и амплитуду лазера так что параметр S остается тем самым то вся диаметрия взаимодействия сохраняется а импульсы частицы скалируются с амплитудой лазера то есть стрельнули один раз лазером с амплитудой получилась какое-то взаимодействие затем увеличили плотность в 10 раз и у нас получится точно та же диаметрическая структура только все частицы будут с импульсом который в 10 раз выше вот это прием 2005 году Сергей придумал этот вариант да то есть вот я импульс есть амплитуда он может на некую универсальную функцию которая является функцией параметров лазера таких как радуис длительность импульс параметра с и параметр с имеет играет роль реликтивистски скорректированной плотности то есть когда с много больше единицы у нас реликтивистски прозрачная плотность да то есть получается что если мы взяли зафиксировали параметр с получили получать какой-то один балл для определенных А0 и Н0 то мы можем зафиксировать ДТС менять амплитуду и плотность и пузырь будет воспроизводиться такое естественно возможно это говорит вам теория подобная такое естественно возможно только если пузырь структурно устойчив если бы он не был структурно устойчив ничего бы там не скамерировалось это долгое время кстати было аргументом этого года что ну вы там увидели какой-то балл это какой-то частный случай почему он должен быть вообще появляться он с собой пропадет если бы чего-то где-то подвергать ну вот здесь результаты естественного моделирования четыре разных пузыря которые очень внешне похожи у нас импульсы электронной плотности здесь показывают при разных амплибудах то есть каждый раз амплибуда увеличилась в два раза от 10 до 80 и плотность в два раза увеличилась и отличить эти картинки невозможно если мы берем шкалы по плотности и по ампликту вопрос да а параметры подобия такие единственные то есть можно или можно это то есть подобие это некая симметрия да мультипликативная группа которые имеют вот эти вот наше уравнение пока мы нашли одну мультипликативную группу может быть она ведь больше мы их не видим а а а значит я могу сказать так что вот в прошлом тысячелетии нормально было ускорять электроны с статьи квази-тепловых спектров сегодня вы ничего не публикуете если у вас не будет моно-технического спектра и они все так что режим очень устойчивый и хорошо наблюдаются и так у нас вот спектр соответственно тоже и энергия транспормируется пропорционально амплитуде теория подобия оказывалась полезной в том смысле что она дает оценку для 3D-электроны романитонку что какие нам нужны нужны параметры лазеры и плазмы чтобы получился ну и оказывается что есть некое окно плотности при заданной мощности P это мощность лазера если эту мощность скалировать на стандартную ригельскую мощность 8,5 гигаватт а здесь TAU это длительность импульса более 0 TAU это количество периодов умноженное на 2P внутри лазерного импульса и оно открывается только если мощность там больше какого-то лазерного значения которое является длительностью длительности длительности ясно что если у вас длинный то сумасшедшая мощность то есть лазерный коробкий маленький и разрывных мощностях можно открыть и ригельская мощность составляется из естественных констант масса электронов квадрате на скорость это скейлинг поделить на заряд электронов квадрате если вы не составите вы получите мощность которая есть 8,5 ГВт ну и исходя из этого можно составить разные скейлинги для равновесного радиуса пока у нас видно квадрате естественно с точностью до коэффициента зависит от того как вы определяете радиус full width half максимум это у вас RMS то это радиус соответственно разные эффекты появятся вот примерно так отраскулируются электронная энергия как корень из мощности и пропорциональной длительности число захваченных электронов где сюда ходит еще классический радиус электронов и длина как долго надо бежать по классной чтобы ускорить электроны это ускорение да вот интересно что если мы возьмем энергию нашего лазерного ручка и энергию ускоренных электронов то есть и максимальный умножим на число захваченных электронов то есть мы получим КПД нашего ускорителя да, вот это КПД оно достаточно приличное порядка 20% то есть 10-20% мы можем перекачать из лазера от ускоренного электрона то есть такой эффективный достаточно так ну и вот я закончу первую часть то есть я хотел сказать что кереваторная волна лазерной плазмы уже ускоряет электроны с достаточно маленьким разбросом по энергии вопрос конечно как увеличить энергию они назвали это несколько стадий то есть из одного оба взять электроны и основная проблема это как улучшить качество ручка чтобы мы и работаем давайте закончим первую часть а где помощение лазерного значит нет не было значит энергия частиц скалируется как энергия лазерного импульса степень две трети совсем не никак не но здесь 2 6 энергия 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 что можно посчитать чтобы попрощиться я не хочу сказать что это оптимальный вариант то есть можно в принципе взять самый подход когда он при единице там чуть чуть раза в два больше скорее то есть когда он не совсем прилипись как потом второй вопрос ну допустим увеличение энергии соответственно энергии больше излучает мощность на потом и соответственно процесс правильно поэтому нельзя работать в очень полном классе то есть амплитуда не может быть сильной более амплитуда тем что у нас больше кредерного зрения да но когда кто начинает звучать с потерями излучения все-таки это стяжело это показывает что когда амплитуда она умеренная или низкая то может быть интересно как далеко можно продвинуться во-первых это интересно как далеко можно продвинуться во-вторых это очень интересно как вот это торможение излучения влияет на спектр это очень много интересных задач которые здесь пока еще не до конца решены и приводят ответы а вот все-таки я не совсем понял на эксперименте наблюдается вот этот скейлинг просто вы показали и выявили скейлинг из кинетического уравнения и численно вы решаете то же самое кинетическое уравнение поэтому неудивлительно что численно получается вот этот скейлинг наблюдать а в эксперименте этот скейлинг наблюдается теору Yeap есть несколько публикаций где говорится что biết замечательно эксперименталь дело в том что maintaining что в проекте LIGHT он будет достаточен для того, чтобы пройти действительно большой выпуск параметров, где можно наблюдать этот скейпинг. Дело в том, что все современные лазерные импульсы, они либо на грани вот этого открывания окна, либо, ну, буквально, коэффициент 2-3 больше. То есть говорить о том, что скейпинг проверен экспериментально или не проверен, чрезвычайно рано на сегодняшний день. То есть видит примерно вот эту вот энергию. А вот как уж она сквалируется с интенсивностью, это все-таки надо более мощный лазер, которым можно контролированно менять энергию, что, кстати, очень тоже сложно в эксперименте. Вот просто померить, сколько энергии у вас в фокальном пятне, это чрезвычайно сложно. То есть у вас есть какой-то пучок лазер, а вы меряете, сколько у вас попало фокальное пятно, а сколько неизвестно куда улетело. Вот, это тоже очень сложно. Так что экспериментально пока еще, я бы сказал, что-то рано. Можно такой вопрос? Ну, уже сказали, да, что есть какие-то естественные ограничения достижения, ускорения за счет изучения процесса. Вот все-таки можно подробнее сказать, пять пучителей, на самом деле, при симулеришене нелинейных квантовых процессов, потому что, ну там же у этих электронных, у них в системе похожих, но уже более уже, на порядок там у вас будет меньше, чем критерского значения. А я так понимаю, что решается именно обычное ограничение Максвелла? Да, решается обычное ограничение Максвелла. Значит, у нас решается обычное ограничение Максвелла. Кроме того, мы вводим как возмущение, излучение и обратную реакцию излучения. То есть, просто как Владович написал, у нас есть микричное движение, считается, что он движется более-менее по окружности в течение нашего одного шага по времени численного, да, чесается число фотонов, которые по простой форме и сколько он их излучил, и критическая частота, с какой характерной частотой он их излучил. Соответственно, у нас есть импульс, и вот этот вот импульс просто отбрасывает электрон назад. Просто, например, есть какой-то вектор, вот он движется, вот это обратно этому вектору. Есть реакция излучения. Вот это вот. Но это же яркое ограничение приближение. А если там уже неливный режим будет работать? Если у нас уже неливный режим будет работать, то всё более сложно, да, но пока вот полей близких к Швингеровскому мы не решаем. То есть... Опять, ну, на фокусе лазерного импульса там уже два порядка меньше достаточно. Эээ... Вот это, я думаю, Кал Борисович там будет рассказывать, сколько чего у нас там рождается. Мы пока пройдем. Ну, что значит там порядка два? То есть Швингеровское поле это порядка интенсивность 10 в 30. То есть это у нас амплитуда миллион. Амплитуда миллион. Мы говорим про амплитуда сто. То есть у нас еще четыре порядка миллиона. То есть мы пока до этого недалеко. Ну, вот эта интенсивность 10 в 23, вы показывали самую большую цифру, а в амплитуде это лабораторная часть. Правильно? А дело в том, что... Да, дело в том, что мы не сталкиваем учет электронов с лазерного импульса. Мы его догоняем. Понятно, у нас еще и понижается. Ну что, давайте перерывим? Да. Пинуть 10. Теперь. Продолжение следует... Да, вот мы говорили про bubble, то есть здесь у нас есть ускоренные электроны, которые движутся в ионном канале, они сфокусированы, то есть они тут захвачены поперечными полями, они колеблются, это разрешает эти гетатронные колебания. Эти гетатронные колебания приводят к излучению. То есть если мы возьмем плазитный импульс 10 джоулями энергии, вот его гетатронный артемент, спектр более-менее, он имеет какой-то там максимум на нескольких сотня мегалитронов вольт. Да, и электроны излучают. Вот здесь мы посчитаем спектр излучения, посчитается входит, просто суммируются фотоны негалитерентно от всех электронов. Вот получается такой вот спектр, замечательный, излучается такой порядка 10к, и в одном проценте спектра, в районе 10к у нас около 10 в 9 до 10 в 10 фотонов излучается. Такой вот замечательный тоже источник. Эти фотоны наблюдаются в эксперименте замечательно, используют для просвечивания чего-нибудь, поскольку это источник чрезвычайно короткий, то есть хемтосекундный, можно исследовать хемтосекундные процессы, например, нетепловое плавление, ударное какое-то плавление материала, еще что-то. Есть такой вот замечательный источник. Но он негалитерентный. Да, то есть негалитерентное излучение говорит о том, что у нас число фотонов излученных, ну просто пропорционально числу электронов, числу лампочек, ну сколько лампочек есть, добавил еще одну лампочку в два раза больше светит. Вот это сильно отличается от негалитерентного излучения. Если каждый электрон излучает пределетно, то есть если они все светят в фазе, в правильной фазе, то число фотонов, которое мы можем получить, оно пропорционально числу электронов в квадрате. Понятно, что если у нас число электронов заплачено в данном блоке, то есть если у нас 10 в 10 электронов, то эффициент число электронов заплачено в 10 в 10. Электронное излучение может быть намного более ярким по сравнению с негалитерентным. Для того, чтобы излучение стало идеальным, надо как-то электронно сбунчировать на длине волны излучения. То есть если у нас есть какой-то рентген, то на рентгеновской длине волны, соответственно. Один из вариантов это был лазер на свободных электронах. Другой вариант, как получить какую-то кодерентность, это иметь резкую границу плазмы. Вот у нас есть, скажем, лазерная плазма с резкой границей. Мы светим лазерным импульсом электроническим. Этот лазерный импульс заставляет все электроны поделенно двигаться. Поскольку излучение поделенно длина, все электроны движутся поделенно на поверхности плазмы. И вот в тот самый момент, когда все эти электроны светят, там их импульсы направлены в сторону наблюдателя, наблюдатель видит такие вот вспышечки, такие импульсы излучения. И поскольку процесс повторяется с периода лазерного импульса, то видит эти импульсы в виде гармоника, повторяющихся процесса. То есть это есть генерация высоких гармоник проэнктивистских от поверхности плазмы. Ну вот это такая очень качественная картинка, значит, излучаемое качество. Ну вот как это выглядит в моделировании? Вот это вот плотность электронов, да? Здесь по этой силе у нас время течет, сверху вниз само течет. А это, значит, координата в глубину плазмы. Ну и видно, что вот поверхность плазмы, она как-то колеблется, вот здесь вот электроны поджимаются световым давлением. У нас световое давление при такой амплитуде это десятки гигабар, да? Десятки гигабар, огромное давление световое. Когда у нас плазмный импульс линейно прорисован, когда проходит через ноль электропотенциала, плазмная электронная поверхность возвращается назад, то есть здесь плазма ее вжал, здесь она вернулась назад, она колеблется. И вот когда она возвращается назад, она излучает адосекундный импульс. Вот это просто тоже мы видим в численной модели излучения гигабар. Ну, вопрос, как это описать аналитически. Понятно, что у нас не один электрон, а очень новый, поэтому надо описывать как-то определенную схему. Начинаем мы с лобового уравнения. На электропотенциал у нас есть источник справа. Ищем решение через функцию грина. Нужно выбрать правильную функцию грина для одномерного уравнения волнового. Выбираем ее так, чтобы у нас плазма убирается непрозрачной, то есть справа от плазмы ничего не проходит, сильно цикритическая плазма, толстая. Тогда выбираем функцию грина вот в таком виде, вот для электропотенциала как θ-функция. Ну, и если взять электрическую поле, которая есть производная по времени электропотенциала, то там выбирается вместо θ-функции θ-функции, поэтому на самом деле возникает только поперечные токи. И есть у нас отраженная волна токи, которая, соответственно, создаёт отраженную волну, и токи, соответственно, создаются приходящие волны. Мы видим, что здесь зависимость. Время минус и x-надцать на скорой свет. То есть это волна, которая движется слева направо, а это волна, которая движется справа налево. То есть можно сказать, что слева от плазмы, в поперечном поле есть сумма падающего поля отраженной волны. Мы будем рассматривать одномерную задачу, хотя эта одномерная задача позволяет описывать, как нормальное падение, то есть перпендикулярное падение на поверхность плазмы, так и на плотную. Вот наклонное падение, можно свести к нормальному падению за счёт преобразования системы координат, вот если мы перейдём к делу Доранцевской, преобразованию системы координат, которая движется со скоростью синус-тета, V0 на скорость света, естественно, нормализованной, то в этой системе отсчёта у нас в этом поле будет падать нормальную поверхность плазмы, а все частицы будут иметь какой-то начальный импульс. Поэтому... Одномерная задача очень интересна тем, что она обладает симметрией, да, у нас есть сохранение обобщённого импульса в поперечных направлениях, да, это приводит к определённой категоренности, очень важной категоренности. Да, то, что мы работаем в одномерной системе. Уже, если мы напишем уравнение движения, часть потенциала распишем, да, это статическое поле, это магнитное поле, это x, это координата внутреплазма, внутреплазма, уравнение неприемности и уравнение пуассона, если мы распишем, то уже эти уравнения позволят нам сделать некие выводы о излучении гармоник. Значит, гармоники имеют источник, источник гармоник это поперечный ток, да, и туда входит вектор потенциал, в сущности, если гармоники это некое возмущение, то вектор потенциал в основном определяется лазером, полем, и если мы работаем в системе отсчёта, которая движется, да, так вот, в лоранцевском преобразовании, то у частиц есть ещё начальный импульс пиноль, который есть постоянный, да, то есть вот этот вот у нас источник, у нас есть плотность плазмы, гамма-фактор частиц, которые возмущаются цветовым давлением или полем, вектор потенциал имеет лазерную частоту, фундаментальную частоту пиноль-константа, и вот уже это позволит сделать правила отбора, найти правила отбора. при нормальном падении мы получаем только нечётные гармоники и поляризация такая же, как поляризация упадающего измечения, почему при нормальном падении у нас пиноль-константа отсутствует, вектор потенциал колеблется с фундаментальной частотой, а плотность и гамма-фактор частиц, они возмущаются давлением цветовым, то есть давление светового это под норматорной силой, это квадрат вектор потенциала, то есть они имеют только вторую, четвёртую, шестую гармоники, возмущение плотности и гамма-фактора, и умножаем ещё на фундаментальную частоту, получается у нас из симметрии только нечётные гармоники. Чётной гармоники у нас нет вообще. Если у нас есть эсполяризованный лазерный импульс при наклонном падении, эсполяризованный означает, что поле лазерного импульса перпендикулярно плоскости падения и параллельно плоскости плазмы, вот оказывается, что нечётные гармоники имеют тоже эсполяризацию, точно так же, как и для нормального падения, но у нас появляются ещё п-поляризованные гармоники за счёт присутствия вот этой вот п-нулевого, этой константы для наклонного падения, и они будут поляризованы, как п-поляризованные, а только чётные гармоники. При п-поляризованном лазерном импульсе, когда электрический вектор поля лежит в плоскости падения, у нас есть и нечётные, и чётные гармоники, и они только п-поляризованы, потому что это ноль, лежит в плоскости падения, и плотность и гамма-фактор обращаются не только по норматорной силы, но и в поле самим, поскольку поле тоже лежит в плоскости падения и имеет компонент перпендикулярно поверхности плазмы. Вот эти вот правила отбора, которые замечательно видны в модереновании, и тоже воспринимают. Теперь, для того, чтобы как-то описать вот эту сложную, сильно нелинейную картинку, когда у нас базарные гиппульсы, сильно архитивистские, у нас сложное движение электронов и опрокидывание волны, и всё, что больше происходит на вариантности плазмы, оказывается очень полезным ввести граничные условия на поверхности плазмы. И граничные условия, которые мы вводим, это ввести условия Лиантовича, у нас плазма сильно проводящая, не бесконечно проводящая, поэтому поле, тенденциальное поле на границе плазмы просто ровно глю. Вот такое замечательное граничное условие. Но точка, где вот это вот поле она зависит от времени, она колеблется. Мы называем эту точку x, apparent reflection point, и ap, apparent reflection point, то есть точка, где наблюдатель видит отражение. Она вот где-то в районе поверхности плазмы и как-то там вместе с ней колеблется. Значит, если мы написали вот такое уравнение, то сразу увидим, что у нас поле естественно на поверхности плазмы есть падающая волна, incident wave, и отражённая волна, рефтеринфикация. Сумма воли равна нулю, то есть отражённая волна, если что иное, как падающая волна со знаком ми-0. И это означает, что отражённая волна, если что иное, как фазово-модулированная падающая волна. Синус замечательная отражается вот такое вот что-то спокавленное с резкими скачками, вот эти вот резкие скачки это не из фазовых нуля, соответственно, за гармоники, но амплитуда отражённая волна приблизительно равна амплитуде падающей волны. То есть амплитуда сильно не меняется, это означает, что вот такая вот форма в принципе работает. Окей. Ну, откуда берётся это хроничное условие, если на него посмотреть? На самом деле, оно возникает из разглашения по трейлеру от поперечного тока. То есть если у нас есть ток какой-то на границе плазмы, вот мы его во времени разлагаем в ряд трейлера в доле трейлера, и вот этот х, малый параметр, это на самом деле расстояние внутрь, внутрь плазмы, а холь у нас присутствует где-то в скиновом слое, а T0 это там время задержки. Запасы. Ну вот, если посчитать, это туда вставить и записать просто наше решение об уравнении волнового, то оказывается, что поле на поверхности есть пропорционально дельта, где дельта это есть скиновый слой, длина его, на поделитель на C tau, tau это характерное время изменения тока скиновым слоем. Ну, если всё определяется лазерным импульсом, то это порядка периода лазерной волны, да, да, какой-то поперечный ток. Ну и ясно, что если у нас плазма сильно закритическая, если плотностью большая, то у неё скиновый слой маленький, тонкий, да, и вот скиновый слой немного меньше периода лазерной волны. То есть ясно, что если плазма плотная, конечно, условие должно работать. Ну, условие Лиандович, оно и работает там, естественно. Но с другой стороны, если мы начинаем снижать плотность плазмы, чем меньше плотность плазмы, чем плотность плазмы ближе, критическая, тем хуже работает это условие. Ну, вот такие вот такое обоснование для этого условия. Окей, дальше пытаемся найти спектр отражённый, как мы сказали, это и есть падающая волна с запаздыванием, да, дается запаздывание, наблюдаем точки кажущего отражения и спектр и, да, у нас запаздывает время с запаздыванием, отсюда возникает вот эта производная по времени от точки отражения, да, ну и делаем, образование, получается спектр. Если мы предположим, что падающая волна есть, там, косинус какой-то, косинус есть сумма двух экспонентов комплекса, отражённая волна будет состоять из суммы двух полей, плюс-минус, где каждая из этих полей даётся вот таким вот выражением, соответственно, плюс-минус, амплитуда нашей падающей волны запаздывает вот запаздывает вот если взять это быстро расстроивающий интеграл, естественно да, у нас есть быстро меняющийся аргумент экспоненты то есть его надо решать методом перевала можно было бы подумать точно методом перевала его решить сложно за счёт того, что у нас не одна точка будет где фаза слабо медленно меняется а две будет этих точки с плюсом и с минусом и эти точки ещё начнут между собой интерферировать поэтому применять метод перевала здесь аккуратно чрезвычайно сложно вот Серёжа Габрияк его начал как раз применять в 2004 году и получил не совсем правильный спектр но оказывается что этот интеграл можно точно взять точно взять если сделать некоторое предположение как зависит от времени вот эта вот точка отражения в районе там когда фаза аргумента меняется слабо вот в стечной репозе точке перевала они на самом деле если посмотреть на них они соответствуют тому времени когда поверхность плазмы движется в направлении наблюдателя с максимальной скоростью у нас есть дополнительный эффект то есть у нас есть падающая волна отражённая волна просто это фазовая фазово-модулированная падающая волна у нас есть зеркало которая движется к нам навстречу и волна частотой у меня повышается по эффекту доплера а максимальное повышение естественно тогда когда у нас скорость приближается к скорости света вот скорость поверхности оказывается достигает этой скорости света это почти сплав по параболе оно есть у нас максимум это параболе в большинстве случаев может быть четвертой степени и так далее но в основном это параболе это для скорости а вот если мы посчитаем гамма-фактор этой поверхности гамма-фактор есть единица то есть поделить 1-скорость квадрата т.е. когда скорость квадрата порядка 1 у нас появляется особенность гамма-фактора т.е. у него получается спайк такого гамма-фактора там скорость плавненькая а гамма-фактор спайковый а вот длительность этого спайка порядка 1 на гамму ну и на характерное время эволюции которые являются там периодом плазины которые все это движут да? Получается, что у нас гармоники излучаются, у них преобразование как гамма в квадрате еще идет, за счет эффекта до града. То есть вот у нас повышение частоты как гамма в квадрате. Кроме того, происходит это в очень короткое время, как единица на гамма. Это приводит к дополнительному уширению спектра, как в сумме гамма-куб. Если мы вспомним еще синхротронное излучение, то синхротронное излучение тоже скамерится как гамма в квадрате. То есть это есть нечто иное, как замечательное синхротронное излучение. Какое-то коллективное. В общем случае, максимум может быть микроболическим, а от 2-го, от 4-го, от 6-го и так далее. То есть можно ввести порядок этого максимума, какой-либо мы захотим. И можно там подставить в соответствующую парамету какого-то порядка, вот в то выражение для ожженного коля, и проинтегрировать. И при интегрировании получается функция ARI, обобщенная функция ARI, если мы ее посчитаем. И вот такой у нас получается спектр этого короткого импульса, который включается через функции ARI. Перед этой большой-большой скобкой, которая на самом деле есть константа при небольших омегах. В общем, она говорит просто константа. Вот при ней есть еще стоит такой вот степенной фактор. n это номер порядок максимума скорости. Если n поставить единичку, то мы получим 8-третьих здесь, степенной спектр. Такой вот универсальный спектр. 2n это порядок максимума. А функция ARI, обобщенная, она говорит нам, где этот степенной спектр будет экспоненциальным обрезом. Такие функции ARI когда-то начинают спухать экспоненциально. Вот ее аргумент говорит, где наступает запухать обрез на третьего спектра. Вот здесь приведены примеры этих аналитических спектров. В зависимости от порядка максимума, для парагола, для четвертой степени, для десятой степени полинома, для двадцатой степени полинома. Вот так они начинают выглядеть. Но в основном нас будет интересовать, конечно, основной случай, когда максимум имеет параболическую форму. И вот этот вот результат был опубликован в 2006 году. Теодор Абаева придумала, как там проинтегрироваться с помощью этих ARI функций. Но чисто технически было, но не так просто это сделать. Она это придумала. И вот этот, так называемый, универсальный спектр. Универсальный, потому что мы взяли и движение в точке отражения. Просто заменили параболой. Универсальный максимум это парабола. Та, вот он степенной. Сначала степенной идет как N-8 третий. Затухает прямо от фундаментальной частоты. Прямо с самого нуля. И когда-то начинается экспоненциальное обрезание, причем оно такое плавненькое обрезание, оно не резкое. Экспонент шелк-рог-рога, который происходит на 4 гамма в кубе. Гамма это гамма-фактор поверхности. Такой универсальный спектр. И вот этот вот универсальный спектр виден здесь, чисто на моделировании. Он действительно такой степенной. То есть это двое другое по осям. Прямая линия, это 8 третьих спектр. И вопрос, как выглядят эти гармоники нормально, во время, в ряду времени. Как они приходят, наблюдатели. Чтобы их увидеть, надо на самом деле взять и отрезать все низкие гармоники. Поскольку низкие гармоники несут основную энергию и мастеруют атосекундные импульсы. То есть их отразить и оставить вот то, что здесь покрашено, то мы увидим, что отраженный сигнал на самом деле, представляете, вот такие вот замечательные всплески атосекундные и зептосекундные импульсы по два раза за лазерный период. Здесь у нас использовалось нормальное падение лазерного луча, то есть поверхность двигателей фондорматорной силы, которая есть в квадрат амплитуды, квадрат лазерного поля. И эта сила обращается в ноль дважды за лазерный период. В этот момент как раз поверхность отскативает назад от наблюдателя, когда вектор потенциал влияет в ноль. И в этот момент излучаются вот такие вот вспышки рентгена. И реальные вспышки рентгена, которые мы видим, сколько они периодичны. Можно оценить, каковая будет длительность вот такого атосекундного импульса. Она сквалируется как единица на гамма в кубе. Гамма, соответственно, сквалируется как амплитуда лазерного поля. Ну и можно видеть, что когда амплитуда порядка десятки, длительность атосекундного импульса становится одна тысячная от периода лазера, то есть порядка нескольких атосекунд. Единица атосекунда. Но если чуть-чуть увеличить, получите уже центры секунды. Значит, атосекунды – это характерное время обращения электрона на боровской орбите. Поэтому, когда мы говорим об атосекундном, то применение – это, конечно, движение электрона в атоме, в молекуле. Когда мы начинаем говорить про атосекунды, то это либо какие-то уже электроны на очень глубоких орбитах, либо это уже что-то внутриядерное должно быть, чтобы стало интересным применением. Так, ну и здесь вот эксперимент тоже 2006 года, публикан тоже на РУНЕЙЧЕР. Эксперимент был сделан на Вулкане, в трезерфорде, в лазер-вулкан. Это витоватный лазер. У них была витута порядка, я не помню, там, 40, что ли, у этого лазер-вулкан, в эксперименте, 70 джо, и у них там энергия. И они померили спектр, они видели излучение гармоник, вот эта вот, так сказать, сырая картинка, просто видеть замечательный спектр гармоник, это направленное излучение, по метку стекулатку идет, и померили его спектр. Весь спектр перекрытия одним спектрометом фактически нереально. Это у нас там от электрон-вольт до киллоэлектрон-вольт. Такой спектрометр найти электрометами невозможно, поэтому им было три спектрометра, которые надо было там откалибровать, относительно сложная электрометальная процедура. и они увидели замечательный такой степенной спектр с показателем порядка минус два с половиной, да, у нас показатель минус восемь третий, который минус два, там, шесть, шесть, шесть в период, да, дает, что очень-очень близко к наблюдаемому в эксперименте. В этом выстреле они видели там номер гармоники порядка восемьсот. Позже они повторяли еще эксперимент с большей энергией, и вот здесь вот они видели там до почти четырех киллоэлектрон-вольт, то есть там три гармоники с номерами три тысячи или больше. И вот эта вот линия Рей-Стенна дается степенной спектр минус два пятьдесят пять, как бы лучше, что движение к этому спектру. Да, то есть можно сказать, что спектр степенной наблюдается в эксперименте совершенно замечательно. Кроме того, они поверили, да, как далеко этот степенной спектр идет, где приблизительно начинается экспертенциальное обрезание, то есть когда они перестают видеть гармоники. У них были эксперименты еще в девяносто шестого года, которые к этому привлекли, и вот в две тысячи шестого года. Ну и видно, что обрезание скалируется действительно габа в кубе, где габа там просто была в пропорциональном амплитуде их плазменного импульса, и явно быстрее скалируется, чем простой эффект Добблера, который бы давал четыре гамма в квадрате. Как-то это, действительно, такой синхротонный схемик, как гамма в кубе. Ну, мы называем этот спектр восемь минус восемь третий универсальным, потому что он возникает из универсального приближения движения поверхности параболы. Но вопрос как он, насколько он универсален. Вот здесь вот несколько примеров, два примера. Вот это вот случай, когда у нас универсален настолько, насколько универсально ограничены условия. То, что на поверхности плазма поле равно нулю, то, что отраженная волна есть фазово-моделированная падающая волна. Вот это вот случай, когда это условие замечательно выполнено, видно, что у нас отраженная волна, это как есть что-то фазово-моделированное от падающей волны. Но вот есть случай, когда приближение вот этого гранического условия для отборища нарушается драматическим образом. Вот отраженный сигнал, это синяя линия, амплитуда там в 10 раз на порядок больше, чем амплитуда падающей волны. Ясно, что тут ни о каком этом граническом условии речи быть не может. Только что-то другое происходит, новый эффект какой-то появляется. Разница в том, что, во-первых, здесь было наклонное падение, во-вторых, у нас был градиент плотности. Да, при градиентной плотности волна всегда отражается примерно на критической поверхности. Ясно, что при критической плотности вот это разложение по тейлору, оно нарушается. То есть здесь что-то другое, новый эффект, когда отраженная волна имеет амплитуду много больших падающих. Кроме того, мы здесь видим вот этот вот амплитудный импульс безо всякого эффекта. Здесь просто вот то, что отразилось. Здесь вот один, единственный мощный антисигрудный импульс. Мы стреляем с амплитудой 60, а у отраженного сигнала амплитуда там 400, или 500 приближается. То есть амплитуда сумасшедшее увеличение. Кроме того, видно, что и спектр он сильно не, вот этот вот универсальный не амплитудный импульс, а он намного более пологий. Но это и исследование тоже, да? Если мы видим один поединенный амплитудный импульс, это значит, что в основном здесь присутствует рядковолновое излучение на высоте гармоники. Их роль выше, чем роль низких гармоний. То есть спектр должен быть более пологий. Что-то есть, чисто на древнем. Вопрос, что приводит к этому эффекту. Оказывается, что это... Как я не знаю. Вот можно там покликать немножко по этой... Вот видите, просто. Медко. Разочек. Вот это вот плотность плазмы. Сначала она имела такой экспедициальный профиль. Теперь, значит, у нас пришел лазерный импульс. Он начинает сжимать эту плазму. Еще раз. Дальше сжимаем. Дальше сжимаем. Еще сжимаем. Еще раз. Еще раз. О! И вот она возвращается назад. И возвращается назад в виде вот такого вот... сгусток электронных. То есть вот кратерных масштаб экспонентов это одна десятая или меньше, чем она двадцатая длины волны. А здесь размер его порядка там нескольких нанометров. Десять величинности нанометров ширина вот этого пичка плотности нанопарча. И его плотность максимальная это порядка десяти тысяч критических плотностей. То есть вот здесь вот где-то плотность у нас твердого тела, а здесь его еще на порядок выше плотности этого нанопарча. То есть у нас, получается, есть какой-то нанослой электронов очень плотный, который измучает. Такой вид. Можно описать любое излучение. То есть у нас получается синхрофронное излучение не точечной частицы, а такого вот бесконечно плоского слоя электронов. Это достаточно легко, и написать его. То есть у нас есть ток с запахом электронного излучения. Мы говорим, что он имеет постоянную плотность, у него есть дельта-функция и его координаты как-то зависят от времени. И можно посчитать его спектр, опять же, через обобщенную функцию электронов и зависит от того, какого порядка максимум его скорости получается, либо функция или у нас производная от функции или у нас выражается через ласточкил хвост, это тоже производная от функции или swallowtail function и тоже степенной спектр, в этом случае минус 6,5. Ну и если сравнить аналитику с числым экспериментом, вот такая штриховая линия это аналитика, а синие это, соответственно, число моделирование, видно, что они между собой совпадают, и обрезание в данном случае спектра дается не гамма-фактором, вот этого вот слоя, а его шириной, да, то есть при более мелких длинных полна, просто длина волны начинает меньше, чем толщина слоя, и там, соответственно, уже перестает пределетно звучать этот слой. А более низких первоникон звучает пределетно, и в районе сотой гармонити у нас есть увеличение яркости на порядка, на два порядка. таким образом у нас есть два режима реликимистских, это вот этот вот слой минус восемь третий под спектром, когда у нас есть резкая граница в платме, и есть такое вот пределетное синхрофронное излучение нано-банчелекмонов, который дает более полный спектр. Вот они, их можно сравнить в численном домировании, опять же, здесь вот время для случаев, поверхность плазмы является резкой, вот как видно, что на резкой их не призвучают. А здесь вот у нас образуется этот нано-банч электронов. Образуется вот за счет того, что какой-то там обороны, сложно сказать точно из-за чего, но, видимо, вот траектория электронов здесь пересекаются и приводят к такому кучку, а потом этот кучок, значит, теряет свою максимальную плотность и исчезаемость. И вот в этот момент у нас происходит излучение. Так, ну еще может быть пару минут о поляризации вакуума. Ну, это любительство уровня, естественно. Но что интересно, вот пределетная фокусировка мермонит. Это была публикована тоже в 2005 году. Возможно, что с помощью вот этих вот самых армоний можно достичь интенсивности порядка швидетельства. Что такое поляризация вакуума? Ну, мы знаем, что вакуум не совсем такой пустой, а на самом деле там всегда у нас возникает виртуальная пара на комфортской линия волны, которые возникают, исчезают, и что если приложить поле, которое имеет большую аттестуду, так что его работа на комфортской линию волны порядка 2, квадрате, у нас, значит, эти виртуальные пары могут стать реальными, то есть возникает критическая интенсивность вакуума, порядка 10-20, 9-30 вакуума, квадратный сантиметр. Понятно, что на самом деле интенсивность там играет роль релективистских вариантов, но вот эти релективистские варианты можно сделать большими при таких интенсивности, если столкнуть на пазмуре вакуума. Ну, эта интенсивность большая, то есть когда у нас эффект становится неэксподенциально малым, чтобы достигнуть этой интенсивности, если вы интересуетесь действительно этой интенсивностью, когда мы знаем вот из работ Николая Борисовича, что на самом деле пары начнут образовываться в значительной степени раньше, при меньших интенсивностях за счет большого фокального объема. Но если мы интересуемся именно этой интенсивностью и посчитаем какова нам нужна энергия в плазере, то если мы возьмем длину волны 1 микрон и в нее сфокусируем в 1 микрон кубический плазер, то это получится энергия 64 мегаджевры, что огромная энергия, но значит энергия это и есть интенсивность на объем окарминга, то есть на грандах куба, и если взять длину волны маленькую, то энергия нужна будет маленькая, чтобы достичь этой интенсивности в лабораторной системе счета. Поэтому можно фокусировать не лазер, а гармоник. гармоник у них длина волны короткая и можно достичь паренького объема фокуса. Ну и можно посчитать простые вычисления, если мы возьмем идеальную параболу, от нее отразим, значит базарные импульсы создадим при этом гармоники и гармоники будут иметь степенной спектр с какой-то критическим номером гармоники. То вот поле, квадрат поле в фокусе на квадрат падающей волны они вот так вот выражаются через номер гармоники, через вот эту экспоненту степени эспоненту степенного спектра и критический номер гармоники и видно, что интенсивность в фокусе возрастает, когда показатель степенного спектра меньше 4, а у нас минус 8 трек, а у нас меньше. То есть мы можем фокусировать гармоники в принципе и интенсивность в фокусе будет выше, чем интенсивность в классе. Гармоники у вас отличаются от 2-3-1? Ну, если мы начнем фокусировать, они будут так сказать, сходящиеся волны. Ну, в таком случае плоская волна никакого реалимарда не будет. Правильно, да. То есть она будет фокусировать, то есть это у нас будет сходиться в фокус, то есть реалитивистские инфраструкции. Важны реалитивистские варианты, это мы знаем, то есть реалитивистский вариант будет не нулевым, но в зависимости от того, под каким углом вы сфокусируете, там возникнет геометрический фактор. То есть если плоская волна, то это толь, а если с полоски, то это толь. То есть фокусировать полоски, то это толь. Вот. Значит, идея такая, что мы и есть у нас плазмерная поверхность, да, какая-то там, погнутая. Мы стреляем нашим замечательным лазером, возникает наши гармонити, да, и за счет того, что у нас поверхность, от которой они которые они генерятся в углу, и они сфокусируются все в одной точке. Вот это генеральный фокус, то есть все гармонити, они, у них фазы связаны между собой, фиксированные связаны фазы. И здесь их поля сфокусируются конструктивно не только в поле одной гармонити, но в поле гармонити всех между собой. конструктивно. Вот это чистое гармонити вывод трехмерное. Здесь просто линейный фокус лазера. А когда не было гармонити, там это было маленькое. Ну, видно, что он какой-то гармонити замечательный. А вот когда мы загенерировали гармонити, когда подняли этот синус, вот у нас есть такой большой печок сингулярности Это не герметическая поля или магнитная? Здесь у нас фунтацент. Здесь есть квадрат суммы квадратов полей. Это не эмитимский вариант от суммы квадратов полей. Не герметическая поля или он с равновремен. Возвращение парней будет пошли и гермет. Значит, острая волна любой любого спектрального состава поинтересируется пару похожей нерави. Правильно. Совершенно согласен. За счет того, что у нас здесь волна спокусирована, сильно спокусирована, то есть большим углом, магнитный курт не равно электрическому. Поэтому не нулевой вариант. Ну, что есть? Может быть два надо быть столкнув. Образователь, частота дорожной гормонки не зависит от нула падения. Поскольку кривая поверхность, то лазер... Значит, да, как здесь было сделано, сначала мы сфокусировали лазер в этот фокус. То есть он здесь сам сфокусировался. Потом он пошел назад на вот эту плазменную поверхность. И плазменная поверхность была выбрана так, что она точно соответствовала фазовым поверхностям плазера. То есть это сложно сделать экспериментально. Очень сложно. Вот чисто это было тоже не просто. Поэтому спектр был везде одинаковый и было все хорошо. Так, вот если такую идеальную картинку представить себе, то вот здесь интенсивность падающей волны, здесь интенсивность в фокусе, ну и вот она говорит, что в принципе если все хорошо, если мы сделали замечательную поверхность и точно попали фазовой поверхностью лазером по этой поверхности, она точно гладкая, замечательная, то вот при интенсивности падающего поля есть 22-й, у нас шриттеровское поле достигается в фокусе. Но это, так сказать, по лабораторной системе отсчета, вопрос там как будут генериться пары, будут ли они генериться, это уже следующее. Может быть, их с чем-то надо будет сталкивать, но такое есть усиление интенсивности в фокусе. Так, ну и по моему времени вышло. Значит, высокие гармоники от твердых поверхностей могут стать очень ярким источником кандерьянного ближнего и жесткого кандерьянского излучения. Значит, спектр является степенным законом, степенной сверху с определенным экспоненциальным обрезанием и экспонент спектра, показатель спектра минус 8 третий для обычного BGP-спектра. И он может быть сделан более полоним для случая, когда у нас начинается данная гоночировка электродов. Ну и интенсивности вплоть до шинтера скорого предела могут быть рассекуты с помощью определенной фокусировки этих Ну вот, все началось. Спасибо. Можно вопрос? Да. Теперь просто к такому диапазоне частот все-таки справедливо модель, когда плазма заменяется на по сути идеально проводитель бесконечный толк и лист идеального проводника. Я почему задаю вопрос Вы говорили преимущественно здесь о все-таки высоких частотах в рентгенском диапазоне. Однако в работе того же лимонца используют то же самое абсолютно модель и для трагенцев в том числе. Но не знаю, у меня большие сомнения, что вот такая простая замена плазмы идеальным проводником справедливо вести от рентгена до сантиметра. значит у нас есть две модели одна модель это вот эта вот замечательная модель, когда у нас есть нано-банч частицы вот здесь луньяк когда дельта-функция да и видно, что спектр он на самом деле идет так куда-то там далеко да, которое получается, если бы мы взяли дельта-функцию а вот в численном влиянии оно признается на самом деле раньше моментно раньше и вот это врезание оно обусловлено тем, что нано-банч он конечный то есть ясно, что туда надо поличить электрический фактор но Данил Эрхандер Прюйди который это все аналитически на нем работал он это просто писал как гауссовский источник и понятно, что когда длина волны становится там меньше, чем 2-3 поделить на это самое размером на 2-3 ну все поделенность теряется и становится непределенность вот это вот приводит к такому обрезанию это одна модель а другая модель вот которая в универсальном спектре там значит у нас есть поверхность плазмы да? и вот там есть точка условно точка где у нас поле заморляется с эта точка она фиктивная на самом деле поле не заморляется нигде это поле так называемое продолженное то есть есть у нас поле вакуум и мы его и поле вакууме падающей волны и поле вакууме отраженного и вот эти две волны мы там продолжаем внутри плазмы внутри плазмы конечно же другое мы продолжаем внутри плазмы и совмещаем и вот в какой-то точке они совмещаются вновь да? и вот это вот и есть точка условного отражения вот удивительным образом эта модель работает замечательно даже когда поверхность плазмы она не совсем резкая да? то есть когда не резкость границы плазмы много больше длины волны взятия не менее отражена тем не менее эта модель работает почему она работает? загадка природы но работает так еще вопрос спасибо спасибо так спасибо спасибо